Слово предоставляется Песоцкому Роману Сергеевичу, собственный опыт и оставшиеся вопросы. Спасибо большое. Всем уже доброе утро. Все проснулись? Понял. Собственный опыт и оставшиеся вопросы. Понятно, что после такого доклада Дмитрия Владимировича уже достаточно сложно привлечь публику, но я попробую привлечь, во-первых, своим загаром. Собственный опыт. Есть ли он? Но гораздо больше есть, конечно, вопросов, которые мы друг другу задаем. Задаем очень часто во всяких колуарных наших беседах. И хорошо, что есть такие беседы. Они заставляют иногда передумывать те вещи, которые уже считаются важными для всех. Мы очень много благодаря нашим коллегам пластической хирургии путешествовали по внутренним конференциям, показывали наши наработки по дизайну лоскута. И, в принципе, тут есть похожие слайды, которые мы уже давно и очень часто показывали, что мы для себя в институте пришли к тому, с помощью чего мы формируем наш дизайн лоскута, и пришли к тому, что мы начали делать какие-то этапы союзистого кортирования, о которых также все, в принципе, и говорят. Но мы решили не подсматривать то, что делают наши иностранные коллеги, пойти по своему собственному пути, попытаться предсказать какие-то возможные замкнутые системы, в зависимости от частых проблем. Самая частая проблема у лоскутной хирургии – это авидностный отток. Начали смотреть, обращать внимание именно на вену, какие есть системы, замкнутые или не замкнутые, циркулярные и прочее. И пытались ответить на вопрос, какой лоскут или какой, в принципе, объем лоскута мы, вероятно, можем пересадить достаточно безопасно, в процессе диссекции или выполнения дизайна лоскута, не повредив их, и гарантировать какие-то стабильные результаты без наличия каких-то осложнений в дальнейшем. В процессе всего этого понимания мы стали считать, какие мы можем пересаживать объемы лоскута, примерно понимать, какие есть объемы здоровой молочной железы, если мы, к примеру, ничего с ней не делаем, сколько нам потребуется самой ткани, и это все пытаться делать в 3D для того, чтобы вся операционная бригада, в принципе, понимала, где нужно работать более аккуратно, где нужно работать более… ну, пусть будет быстро. И на сегодняшний день, в принципе, в нашем институте само по себе картирование выглядит таким образом, когда мы, в принципе, переносим в проекцию кожи, подкожей жировой клетчатки, мы переносим полностью всю венозную сеть, всю разветвленную, ее разветвленность. В принципе, здесь мы не можем точно сказать, где артерия, где вена, скорее всего, это просто наложение, но, опять же, мы смотрим, где есть какие-то истории связи с глубокой операционной системой, и от этого отталкиваемся. И более того, мы можем понимать, что, ну, наверное, отвечая на какие-то вопросы, сразу же, сколько использовать ножек. Если мы используем какие-то маленькие лоскуты, нам нужно небольшое количество тканей, то, в принципе, мы можем использовать только с одной стороны ножки. Если нам нужно большое количество тканей или большой дефект, то, конечно, мы понимаем, что зона достаточно большая, и мы можем использовать гораздо больше ножек, как нам и показывают наши коллеги. И, в принципе, мы пришли к тому, что мы стали создавать некоторые такие карты, но пусть будут по тепловому изображению, как контраст может распространяться по тем перфорантам, которые мы выделяем, и видеть такие горящие точки, смотря и выбирать по типу этого. То есть не только по типу притока контрастного вещества, но и по типу оттока. То есть мы можем понимать, что эта зона будет являться для нас самой благоприятной для выполнения забора лоскута. И опять же, почему мы к этому пришли? Потому что есть очень относительные данные о том, что есть какие-то зоны перфузии передней брюшной стенки, о них очень много спорят, либо я только о них спорю. Но мы пришли к тому, что давайте как-то определяться, в какую сторону нам делать немножечко больше круг или меньше круг, или какие-то заборы. Также мы поняли, что иногда есть истории, когда поверхностная система между собой венозным руслом не связана. И мы понимаем, что в таких случаях, у таких пациентов, касательно, наверное, отбора, мы не можем предлагать какие-то большие лоскуты, потому что мы не сможем объяснить, как это будет питаться. Конечно, всегда можно использовать две глубокие ветви, артерии и вены, но опять же, это немножечко может увеличивать энергозатратность самой операционной бригады. И вот вопрос, который я задал себе, когда я первый раз увидел диплоскутную реконструкцию, что происходит с лоскутом дальше. Ну все, замечательно, здорово, все отмучились, все произошло, мы видели пульсацию, вроде все выдохнули, но что дальше? И первое, что я услышал, он точно уменьшится. Ну то есть, насколько, когда и в каком месте это должно произойти. И мы стали в нашем институте проводить наши собственные наработки о том, как это может произойти. Мы с вами видим здесь на правой картинке от вас сегментацию лоскута в зависимости от удаленности от нашей питающей ножки. Красная – это зона, естественно, та, которая впадает прямо в глубокую систему. И дальше есть зона других цветов, которая, в принципе, немножечко отдалена, но там есть какие-то сосуды, которые никак не связаны с нашим префорантом. И мы, в принципе, по тепловому изображению понимаем, что, вероятно, это произойдет в зонах более отдаленных от нашего главного перфоранта. И стали смотреть. Ну и отчитали для себя 67 дней, так произошло. И начали делать тоже новую серию компьютерных снимков для того, чтобы попытаться рассказать себе, насколько сильно может уменьшиться лоскут, как это может происходить, происходит ли это вообще. Зоны, которые у нас меньше питались, есть ли там какие-то проблемы или нет. Так выглядела пересаженный лоскут, дип-лоскут на первые сутки после операции. В некоторых случаях мы можем это делать в нашем институте для оценки проходимости сосудистой ножки. И зеленым отмечены новые границы лоскута через 67 дней, когда мы понимаем, что, в принципе, у нас есть небольшое движение лоскута, то есть мы видим, что в некоторых зонах лоскут немножечко потерял объема, но суммарно, исходя из первоначального лоскута, и пусть будут красные границы и зеленые, он потерял 70 мл. Образуются новые сосуды. Когда тоже я это прочитал, когда мне сказали, вот дип-лоскутер-конструкция, иди читай, завтра в операционной будешь нам сдавать маленький экзамен, что это такое, как, когда, как это происходит, как это увидеть, о чудо, как к этому прикоснуться. Мы также посмотрели серию данной пациентки, данные, вот все эти, эта пациентка была прооперирована, вчера было показано видео в рамках мастер-класса. Мы видим, что, в принципе, ничего нового из сосудов не произошло. Как был лоскут с одной сосудистой ножкой, так он и остался. На истечении 67 дней нового ничего не произошло. Да, стали наполнены немножечко сосудики, которые не участвовали, или зеленые сосуды, которые были просто в лоскуте, которые никак не анастомозируют с нашей ножкой, то есть нет прямого подтверждения, но немножечко увеличилась тепловая карта. То есть, в принципе, мы должны понять, что и здесь тепловая карта стоит с расчетом на удаленность, то есть где больше произошло изменение тканей, то есть в каком фрагменте или в каком сегменте произошло то самое растаивание лоскута. И глобально вопрос, который, наверное, нам стоит обсудить, или мы попросим мнение наших экспертов, что происходит с областью забора ткани, почему случаются осложнения. Мы понимаем, что есть большое количество осложнений, связанных с мышечным каркасом. Вероятно, это связано с какими-то иннервациями и прочим, но мы хотим немножечко уточнить, какие осложнения. Бывает, что когда мы сделали операцию, все замечательно, все здорово, но в самой области забора ткани у нас есть осложнения, связанные с частичным некрозом, что-то плохо очень заживает. И, вероятно, мы должны быть ответить на вопрос, тоже создав такую же похожую для нас карту сосудистой анатомии, для того, чтобы предсказать, то есть с какой зоны у нас есть, к примеру, более поверхностный тип питания, и из которого мы не можем забрать лоскут, в связи с того, что когда мы с вами сведем края, у нас могут быть проблемы, связанные с заживлением раны. Но это небольшое превью, это тепловая карта, с которой мы уже начали работать. В принципе, она отвечает на вопросы, какой перфорант мы можем взять, какой зоны, в принципе, какой у нас может быть границы. Но вот конкретно, почему мы показываем этот снимок, потому что здесь достаточно высоко проходят границы, то есть над пупком. Мы понимаем, что все, что над пупком, это достаточно спорная зона. И, наверное, нам нужно будет ответить на вопрос, что если есть такие зоны у пациентов, то нам не стоит им предлагать эту операцию, не потому что что-то произойдет с лоскутом, а потому что будет очень плохо заживать. Область забора тканей. Спасибо. 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 Спасибо.